Так, коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Сергей Оселетько, я партнер агентства Notamedia, агентство в узких кругах немного известное, поэтому давайте, меня попросили сделать некий практикум для руководителей агентств. Поэтому первый вопрос к вам. Вы те самые, за кого себя выдаете? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто руководит агентствами. Ну, практически, практически да. А можно спросить, а кто остальные? И что мне для них сегодня нужно сделать? Алла, неважный иторический вопрос. Значит, финансовый… Спасибо. Тема нашего практикума, он же мастер-класс, он же мини-лекция на 50 минут. Менеджмент финансов агентства. Давайте для начала начнем с того, что договоримся о том, что мы будем дальше понимать под словом финансовый менеджмент и чего мы под этим понимать не будем. Мы под финансовым менеджментом агентства отсюда и до конца будем понимать две вещи. Это финансовый учет и финансовое планирование. Что это такое? Вот если мы рассмотрим линию времени, вот есть на этой линии некая точка, которая обозначает здесь и сейчас. Вот финансовый учет – это совокупность наших представлений о всех финансовых махинациях, которые были до этого момента в прошлом. А финансовое планирование – это наши ожидания и наши знания относительно всех финансовых махинаций, которые будут в будущем. Понятно, да? То есть вот линия, точка, прошлое и будущее. Чего мы сегодня не будем обсуждать. Потому что есть еще третье понятие в нашей стране, которое называется «бухгалтерский учет». Вот «бухгалтерский учет» – это, не знаю, как для вас, но для меня абсолютно черный ящик. Есть отдельная порода людей, называется «человек-главный бухгалтер». Вот «человек-главный бухгалтер» – это человек, который в компании, в том числе и в нашей, отвечает за бухгалтерский учет. У него есть какая-то модель счетов, у него есть свои требования разных федеральных и региональных законодательств и так далее. И для большинства людей это абсолютно неведомая фигня. Ну вот я нифига не понимаю, что этот человек ежеквартально и ежегодно куда относит. Поэтому, если говорить в стиле Алены Владимирской, наша главная задача, чтобы этот человек взял на себя право второй подписи. Ну то есть условно говоря, чтобы на этих документах была его подпись, чтобы если вдруг проблемы, чтобы мы сели вместе. Вот как бы это единственное требование, которое надо предъявлять к человеку, главному бухгалтеру. И вот о том, что она или он делает, мы сегодня говорить не будем. Поэтому, если вы это ожидали, я вынужден вас разочаровать. И вот есть Алена Владимирская, можно с ней пообщаться. Я всегда мечтал сказать, что у меня на разогреве была Алена Владимирская. Какая прелесть. Так вот, итак, две темы у нас сегодня будут. Финансовый учет и финансовое планирование. Сразу вам скажу, поскольку предполагался практикум, то я не планировал говорить все 45 минут. Потому что теория и, собственно говоря, опыт, который есть в ноте, он предельно простой. Там есть некие сложные вещи, но мы не будем о них сегодня говорить. Я о них коротко расскажу. Поэтому я планирую, что мы с вами здесь устроим некое подобие интерактива, некое подобие дискуссии. Почему я буду задавать вопросы и мы будем пытаться на них совместно отвечать. Итак, давайте мы сейчас, я задам вам вопрос. У кого из вас в агентствах каким-то способом реализован финансовый учет и финансовое планирование? Вынужден сказать, что это примерно половина тех людей, которые поднимали руку, что они руководители агентств. Тогда вот к тем, кто сейчас поднял руку, у меня еще один вопрос. Какой для этого вы используете инструмент? Кто для этого финансового учета и финансового планирования использует Bittrex 24? Поднимите руку. Отлично. Следующий вопрос. Что используют остальные? Это Excel? А что еще? Какие еще варианты? Google Sheets. Что-что? Я не знаю, что это такое. Окей. Значит, особо интересно это будет тем пяти человекам, которые подняли руку, что у них есть финансовый учет и финансовое планирование, и для этого используют Bittrex 24. А для остальных самый главный мой вам совет, сейчас Света будет аплодировать, переходите на использование Bittrex 24 для финансового менеджмента вашей организации. Я вам расскажу, как это сделать. Итак, что такое финансовый учет? Сейчас мы начнем с вами немножечко рассуждать о финансовом учете. Финансовый учет строится на очень многомерном анализе ваших счетов и транзакций по ним. То есть первое, с чего начинается финансовый учет, представьте себе, что вы человек и пытаетесь управлять личными финансами. Ну вот вашими конкретными. Первое, что вы должны сделать, вы должны составить список ваших кошельков, заначек, кредитных карт разных банков и всего остального. Аналогично нужно сделать, если вы являетесь агентством. Вообще, если говорить про ноту, то мы даже не одно агентство, а целых три. Ну то есть у нас так исторически сложилось, что у нас три, это очень маленькая часть реальной таблицы с нашими счетами. У нас есть три юрлица, во всех юрлицах есть несколько счетов в разных банках, есть касса. Тут есть товарищ майор? Нет? Хорошо. У нас есть касса. И так далее, и так далее. Даже там, может быть, парочка ИП затесалась где-то. Соответственно, мы составляем список всех этих котомочек, всех этих кошельков с указанием типа наличный или безналичный, с указанием валюты, короткого названия, длинного названия и так далее. Это некий наш баланс. Где мы это можем сделать? Значит, первый вариант. Человек-главный бухгалтер делает это в 1С. Ну, как правило. Ну, может быть, какой-то человек-главный бухгалтер делает это в каких-то более экзотических системах типа там «Мое дело» или там что-то еще. Вот. Но, как правило, это 1С. И как я уже до этого вам сообщил, как правило, это вещь в себе. Вот я честно скажу, я за все время управления агентством в 1С главного бухгалтера не залезал ни разу. Поэтому нам необходимо, более того, поскольку, опять же, надеюсь, товарища майора здесь нет, не всегда модель счетов агентства совпадает с моделью счетов в 1С. Ну, то есть, так иногда бывает, что там, опять же, если есть какой-то ИП или что-то еще, то это две разных сущности. Поэтому мы у себя в компании сделали отдельную модель счетов. Она с 1С связана очень опосредованно. Насколько она связана? Раз в месяц проверяются остатки. То есть, совпадает то, что делает человек-главный бухгалтер в 1С, с тем, что делает человек-менеджер или человек-аккаунт-менеджер в 1С битрикс. Если по счетам есть совпадение, значит, мы все еще находимся в одной системе координат. Если есть расхождение, значит, соответственно, есть проблема. И человек с главным бухгалтером вместе с человеком-финансовым директором садятся и пытаются… Ну, в нашем случае это одно и то же лицо, но может быть и нет. Например, если агентство не очень большое, то человек-главный бухгалтер это вообще может быть на аутсорсе, ну, где-нибудь там, какая-нибудь отдельная компания. А тогда роль финансового директора может выполнять, например, руководитель агентства. Это вот такая небольшая лирика. Собрали все в одном месте. Сразу скажу, битрикс24 модель счетов и транзакций из коробки не имеет. Поэтому есть проблема. Поэтому мы ее написали сами. Это было не очень сложно. Если вы хотите, чтобы мы поделились опытом, мы можем вам потом отдельно рассказать. Но это на самом деле было проще, нежели использовать Excel или что-то такое. Объясню почему. Потому что, как вы узнаете чуть-чуть позже, проекций и измерений, по которым мы будем анализировать модель счетов и модель транзакций, сильно больше, чем две. А когда измерений сильно больше, чем две, чем два, извините, это все не очень хорошо вписывается в формат Excel или Google Sheet. Понимаете, да, о чем мы говорим? Следующее, что нужно сделать после того, как мы все пересчитали, нужно сделать модель транзакций. Мы с вами договариваемся о том, что любое изменение, либо в плюс, либо в минус любого нашего из счетов, которые мы завели, должно происходить с помощью механизма транзакции. Транзакция – это совершенно формальное действие, у которого есть очень много атрибутов. Это пример формы, которую сделали мы на Bitrix24. Ну, понятно, что для таких изменений это была коробка, это был Bitrix24 корпоративный портал. Тем не менее, там есть много разных атрибутов, и человек, финансовый директор или человек, главный бухгалтер, нужно подчеркнуть, и смотреть туда. Хорошо, постараюсь. Вы меня простите. А почему у Владимирской было просто, а у меня так сложно? Ну, хорошо. Итак, тем не менее. Спасибо, что заметили. Итак, соответственно, любое движение, которое происходит по этим счетам, эта транзакция, она опять же заводится через форму. Форма может быть простой, может быть сложной. Самое главное, чтобы эта форма содержала все необходимые нам атрибуты, но самый главный атрибут, который там должен быть, это, помимо типа транзакции и приоритета, это привязка к CRM, это привязка к контакту, компании или сделке. Я сейчас чуть потом попозже объясню, для чего это нужно. Все вы, наверное, про Bittrex 24 в курсе. Правильно? То есть вы знаете, что эта штука прекрасная содержит в себе замечательный модуль CRM. Следующий вопрос у меня к вам. У кого в компании внедрен CRM. Вау. Вот. Это, собственно говоря, было первое. Знаете, на санскрите есть такое слово хорошее, называется адхикар. Это минимально необходимые требования. То есть вы не сможете сделать то, о чем я сегодня здесь буду еще 36 минут рассказывать, если у вас CRM нет. То есть если у вас CRM нет, все это работать не будет или будет работать так, что от этого не будет никакого прока. Итак, у вас есть CRM. Вы сделали в Bittrex 24 модель счетов и модель транзакций. По сути дела это же две таблички. Таблицка счетов с состоянием счета на какую-то контрольную точку на 10 часов каждого дня. И модель транзакций, таблица транзакций по изменениям каждого из счетов. Соответственно, вот примерно так у нас в компании выглядит список транзакций. То есть их можно как угодно фильтровать. Это собственно записи в таблице транзакций. И есть там две кнопочки, видите, добавить доход и добавить расход. Собственно говоря, этими кнопочками и пользуется человек финансовый директор или же человек главный бухгалтер. Сразу скажу, очень скриншоты эти появились только сегодня. Я как бы до последнего момента надеялся, что здесь будет компьютер с интернетом, которым я могу все это показывать живьем. Простите, пожалуйста, здесь такой возможности нет, иначе я бы вещал вон из той коморки, и мама бы меня не увидела на камеру, поэтому пришлось чем-то пожертвовать. Сегодня утром я в срочном порядке лепил эти скриншоты. Соответственно, вот это самая простая часть балета, первые подготовительные действия, которые нужно сделать для того, чтобы построить финансовый учет. Что происходит дальше? А вот дальше необходимо построить два набора отчетов, два набора данных. Первый набор называется структура доходов, второй набор называется структура расходов. Это совокупность всех наших замечательных знаний относительно того, что и как приходит к нам в компанию, и что и как из компании уходит. То, что здесь на экране, это такие самые базовые элементы структуры доходов. Что мы должны знать про каждый рубль, который пришел на вход в нашу компанию? Первое, что мы должны знать, это связь с нашими маркетинговыми усилиями. Потому что ключевая, главная проблема, боль любой компании, это мы вообще не понимаем, что нам нужно делать для того, чтобы клиентов приходило больше. Может быть нам нужно больше участвовать в конференциях типа этой. Может быть мне нужно чаще приходить и стоять, извините, я опять ушел, стоять в аудитории типа этой. А может быть мне нужно давать какую-то рекламу. А может быть мне нужно занести кучу денег на пакет рекламы баннеров в каком-нибудь из замечательных рейтингов типа там руворда и так далее. Мы не знаем. Поэтому что нужно сделать в первую очередь, это установить некую связь между поступающими деньгами и маркетинговыми усилиями. Как это сделать проще всего? Если у вас есть связь транзакций с CRM, мы можем, к примеру, четко… Предположим, это связано в CRM, доход связан с компанией Рога и Копыта. Когда мы заводили в CRM компанию Рога и Копыта, мы позаботились о том, чтобы спросить компанию Рога и Копыта, а вы, собственно говоря, откуда про нас узнали, чем мы обязаны вашим замечательным появлением. Это табличка, как она есть у нас. Это анализ входящих транзакций по источникам. Опять же, они могут быть другие, любые другие. Другой клиент, мероприятие, сотрудник Notomedia, tagline, reward, рейтинг рунета, 1SB, Gittrex, такой тоже бывает. Подпись, разработанная нами сайта. Короче, нужно подчеркнуть, ну как бы запишите, как хотите. Главное, что это очень важная часть в анализе структуры доходов. Собственно говоря, откуда, где находится тот самый источник, откуда пришли деньги. Что здесь еще важно и нужно, и можно сделать, если вы делаете эту автоматизацию не в Excel, а где-то в более масштабируемой и дорабатываемой системе, можно сделать визуализацию динамики и трендов. Вот этот конкретный график, количество транзакций, источником которых были сотрудники Notomedia. Там достаточно нажать еще одну галочку и будет видно в деньгах. Это та самая, например, по такой модели можно построить, вот здесь Алена до меня говорила про реферальную программу, можно то же самое делать для сотрудников, которые приводят нам клиентов. Для маленьких агентств это, наверное, вполне себе работающая тема, и смотреть, как реальные показатели доходов зависят от этого. Видите, там можно одновременно вывести много разных графиков, смотреть их за разные промежутки времени. Таким образом, наш маркетинг становится управляемым через механизмы финансового менеджмента. Это совершенно несложно сделать при одном условии. Мы имеем CRM. То есть если мы CRM не имеем, и у нас в принципе нет атрибутов, связанных с нашими контрагентами, это, конечно, невозможно. Здесь тогда будем считать, что ваша первоочередная задача внедрить CRM. Дальше. Как я уже говорил, структура доходов многомерная. У нас в компании около шести измерений существует. Помимо маркетинга, считая источник, это могут быть сегменты, которым принадлежат компании. Это актуально, если вы планируете таргетированную рекламу или участие в каких-то профильных мероприятиях. Здесь, собственно, не секрет, что 70 с лишним процентов доходов нашей компании это те или иные формы госзаказов. Но можно смотреть по сегментам, можно смотреть по менеджерам, ну, например, по аккаунт-менеджерам, по продавцам, по менеджерам проектов и придумать еще 101 способ, как таргетировать, как сегментировать каждый входящий рубль, который приходит в вашу компанию. Это что касается структуры доходов. Итак, основная, ключевая задача это иметь CRM и в CRM иметь максимально подробную информацию о клиенте. Задача номер два. Проанализировав и посмотрев в динамике и как угодно с помощью разных проекций на структуру доходов, мы начинаем смотреть на структуру расходов. Не знаю, как у вас, но мы у себя в компании делим расходы на три группы. Как любое агентство, мы торгуем людьми. По сути дела мы торгуем их временем, мы не делаем ракеты, несмотря на то, что космическую тему выбрали для стилистики презентации, но мы торгуем людьми, мы торгуем их временем. Фод оплаты труда – это ключевая статья наших расходов. Что такое CRM? Дело в том, что в CRM у нас есть не только компании, которые нам приносят деньги, но и компании, которым мы деньги платим. Этих компаний очень много. Например, компании-субподрядчики по разным договорам. Они связаны через связанные сделки. И таким образом, когда мы говорим, куда ушли деньги, мы говорим конкретную компанию, в которой эти деньги ушли. Есть следующая история. Мы у себя это называем подразделение обслуживания. Есть куча людей, которые ничего в компании не делают. Не делают с точки зрения проектов, которые мы делаем. Это подразделения, которые либо обеспечивают финансовую поддержку, документы оборот, секретарша моя там, например, находится. И еще куча всяких разных историй. А также разные типы расходов, непроизводственные. Ну, там, не знаю, офис, печеньки, те самые и так далее. Это все подразделения обслуживания. Что мы делаем после этого? После этого мы делаем то же самое. Каждый рубль, который уходит, у нас сегментируется по огромному количеству атрибутов. И мы даже, зная, какой… У нас есть много бизнес-подразделений, это всякие странные слова, там, нота.digital, нота.media, нота.vip и так далее. Клиентский сервис интеграции – это все как бы наше внутреннее бизнес-подразделение, опять же, по которым мы должны сегментировать структуру доходов, структуру расходов. Таким образом, на любой… Вот видите, это реальный скриншот, график, год, квартал, месяц, неделя. Мы видим четкую картинку по тому, сколько денег, в какую сторону уходит. И, что самое важное, это очень важно для того, чтобы принимать управленческие решения, вот это структура офисных расходов. Это расходы на вот те самые печеньки, бумагу, софт и кучу всякого-всякого другого для того, чтобы офис функционировал. Вот мы можем наблюдать аж начиная с 2013 года каждую копейку, которую мы туда потратили. Таким образом, когда мы сделали всю эту прекрасную историю, мы можем сказать, что мы все знаем про прошлое. Все счета, все транзакции под контролем, мы разработали все измерения, мы привязали их к CRM, мы знаем, куда у нас уходят деньги, на чем мы зарабатываем. Соответственно, жизнь стала гораздо проще. Теперь переходим к самому интересному, потому что этого, как выясняется, недостаточно. То есть про прошлое оно уже наступило и в нем очень мало шансов что-либо исправить. То есть, знаете, как говорят, прошлого не вернешь. Если мы увидели, что где-то мы потратили гигантское количество денег и мир кратится в тар-тарары, то, наверное, можно логически придумать, что с этим делать, но хотелось бы, чтобы это чудесное знание настигло нас гораздо раньше. Таким образом, мы переходим к финансовому планированию. И это на самом деле задача по важности, по трудоемкости и по эффекту на порядок задача сложнее, чем задача финансового учета. Потому что, может быть, вы в ваших экселевских табличках и можете организовать подобие финансового учета, если вам достаточно двух-трех измерений. Но вот как вы сделаете адекватное финансовое планирование в Google шите, я себе, честно говоря, не представляю. А вот это самое важное. И для этого нужна следующая квалификация, следующая от Хикар. Вы должны очень четко планировать работу. То есть, финансовый менеджмент, он следует за управлением проектами. То есть, если у вас управление проектами не автоматизировано на Core Portal и на Bitrix24, то нормальную модель финансового планирования вам построить не удастся. Ну, то есть, я просто, может быть, кто-то и может рассказать, как это сделать, но это точно не я. Поэтому, что необходимо сделать для начала? Давайте я задам еще один вопрос. У кого, как вы управляете проектами? Где, какие инструменты вы используете для того, чтобы хранить план работ по проекту, сметы и все остальное? Bitrix24. Кто Bitrix24 использует? Супер. Отлично. Вот, собственно говоря, это означает, что если еще есть пересечение между множествами тех, кто использует Bitrix24 для управления проектами и Bitrix24 для CRM, значит, вы находитесь в шаге от того, чтобы построить эффективную модель финансового планирования. Итак, что нам нужно? Нам нужно связать три вещи очень четко. Первое – это сделки. считайте проекты или чем вы там торгуете. Если у вас есть CRM, соответственно, вы должны понимать, о чем идет речь. Второе – это планы работ. И третье – тогда, если у вас есть сделки, в которых есть планы работ, с этим планом работ можно составить график платежей. Как это выглядит у нас? Вот возьмем замечательный конкретный проект. Наверное, может быть, даже вы принесли что-то слушали. Слышали? Узнаем Москву. Это трехлетний госконтракт на развитие и поддержку сайта и мобильного приложения. В нашем случае, поскольку мы про конкретный инструмент говорим, это две вещи на корпортале. Это группа, в которой осуществляется коммуникация с клиентами. И это сделка, которая к этой группе привязана. Четкое соотношение один к одному. Вот есть сделка, которая опять же, на корпортале содержит всю необходимую информацию и привязана к CRM. И вот я стрелочками показал две вещи, которые, собственно говоря, и увязывают между собой все эти три сущности. Сделку, план работ и график платежей. Это вот вехи и деньги. Что такое вехи? Это задачи, которые есть в группе, привязанные к сделке. То есть, для чего необходима эта жесткая связь сделка группа для того, чтобы сформировать четкий план работ. Вот здесь какой-то пример, какая-то диаграмма Ганта, нечто чего-то происходит и мы знаем, в каких точках этого происходящего нужно поставить галочку, что вот в этом месте у нас возникнет плановая входящая транзакция или же входящая или исходящая. Если здесь мы должны заплатить какому-то подрядчику. Есть отдельная табличка, вот видите, транзакции по сделке узнаем Москву бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И там есть разные типы. Это уже в прошлом состоявшаяся транзакция или же она запланирована и там пяток разных статусов есть. Таким образом, мы имеем жесткую связь между тем, что мы занимаемся только проектами, которые заведены на корпоративном портале в качестве сделок, мы выполняем только задачи, которые там указаны в виде вех по проекту и все транзакции запланированы. Следующая очень важная вещь это потребовать от ваших, это самое сложное, потребовать от ваших менеджеров, чтобы они четко запланировали все доходы и расходы по проекту. Вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание на маленькую розовую полосочку в верху сделки. Она появилась там не случайно, потому что следующей важной историей финансового менеджмента это автоматический контроль. Когда проектов много, вот я не знаю как у вас, но у нас достаточно много сделок, и полностью полагаться на руководителя проекта, что он завел такие все входящие и сходящие транзакции по сделке, честно говоря, нельзя. Потому что, как до этого Алена Владимирская говорила, все очень толковые руководители проектов ушли работать благодаря ей в Google. Поэтому мы имеем с руководителями проектов из Самары, или откуда она там говорила, просят меня те, кто из Самары. Поэтому за ними надо проверять. И проверить-то на самом деле несложно, потому что сумма в сделке есть, плановая рентабельность есть, срок по договору есть, и сопоставить какие-то вещи. Ну, к примеру, как проверить, все ли платежи завел руководитель проекта в сделку исходящие. Да, рентабельность проверить. Если у него 90% рентабельность по сделке вдруг случайно появилась, есть большая вероятность, что он где-то нас пытается обмануть. Понимаете, да? То есть, скажем так, если вы провнедряете это столько времени, сколько внедряли мы это у себя, с 2013 года мы мучаемся, соответственно, ваш искусственный интеллект будет все нарастать, нарастать, нарастать и нарастать, вот, вплоть до того, что мы надеемся, что когда-нибудь горпортал заменит всех руководителей проекта, вот, но как бы пока это мечты, но никто мечтает о жизни вредном, соответственно, итак, если у вас есть CRM, если вы управляете проектом, то у вас есть две задачи после этого. Первая задача это материться же нельзя, значит, это заставить, как это, замучить ваших менеджеров до того состояния, чтобы они четко вносили все доходы и расходы, а второе, написать какое-то количество скриптов, для того, чтобы корпоративный портал проверял вменяемость полученных данных. Как известно, плановые показатели, они на поверхности. Плановая рентабельность, план работ, который заканчивается до окончания срока договора и так далее. Кроме этого, кроме этого, есть еще несколько расходов, которые необходимо завести. Вот то, что мы говорили до этого, это пункт CRM. Там есть еще два вида расходов. Это, собственно говоря, общий фонд оплаты труда соответствующего бизнес-подразделения и бюджет на обслуживание. Вот я пару слов скажу, что это означает. Хотим мы этого или не хотим, но для эффективного финансового менеджмента все непроизводственные расходы должны быть жестко забюджетированы на весь год. Условно говоря, у нас в компании есть четыре подразделения обслуживания. Это отдел коммуникаций, который занимается маркетингом, всякой такой историей, введением аккаунтов в соцсетях, участием в конференциях и все, что мы так или иначе рассказываем про себя миру. Это офис, это все расходы, связанные с арендой печеньками, бумагой для принтеров и всего остального. Это IT, это совокупность нашего железа, серверов, облачных аккаунтов и так далее. И четвертое, что-то я забыл еще, финансовый отдел. Это, собственно говоря, те люди, финансовый отдел, это люди, которые занимаются документооборотом, курьерами, секретарь мой относится опять туда же. Вот эти четыре вида расходов, они бюджетируются один раз и на весь год, причем каждое бизнес-подразделение получает ценник. Дорогая компания, дорогое бизнес-подразделение, которое занимается хостингом и системным администрированием, вы будьте готовы к тому, что каждый месяц у вас с вашего виртуального счета будет вычитаться x рублей на ваше обслуживание. Эта сумма жестко фиксирована на целый год и человек, финансовый директор жестко следит за тем, чтобы все расходы в эту сумму укладывались. Потому что, если у вас вдруг внезапно возникают расходы подразделения обслуживания, это сводит на нет все ваши усилия по финансовому менеджменту. И что же является конечной, вот как раз у меня 15 минут на вопрос остались, что является конечной целью нашего финансового менеджмента? Конечной целью нашего финансового менеджмента является штука под названием кэшфлоу или денежный поток. Потому что, как говорят умные люди, которые финансовым менеджментом занимаются, то, что мы считаем показателями своего благополучия, а именно оборот и прибыль, не знаю, как у вас, но для нас эти цифры не значат ровным счетом ничего. Потому что проекты сложные, проекты длинные, есть проекты с авансом 10%, есть проекты с авансом 0%, есть проекты с авансом 50%, есть риски, к примеру, того, что мы задержим сроки на месяц, к примеру, или на два и так далее. И от того, что мне в конце года человек, бухгалтер скажет, ваш оборот был 150 миллионов рублей, наша прибыль составила 30 миллионов рублей, мне от этого ни холодно, ни жарко, потому что к апрелю у меня кончились деньги, я перестал людям платить зарплату, все разбежались, и клиенты меня прокляли. Понимаете, поэтому нам необходимо построить четкую картинку приходов и расходов на, допустим, вот здесь 2017 год. Есть у нас небольшое подразделение, но это интернет, которое занимается, собственно говоря, оказанием услуг по хостингу, системному администрированию, продаже и настройке софта, в том числе там битриксово. И в начале года, вот в январе, мы видим в этом замечательном отчете, начало периода, вот циферка по счетам, это та самая циферка, которая вот если 2016 год взять, она будет проверять соответствие реальных денег на счету, вот этим плановым всем историям, чтобы не потеряли никакие транзакции. Приходы, фод, выплаты, это считай, CRM, контрагенты, обслуживание, это считай, тот бюджет, который мы согласовали на весь год и который гарантированно не изменится, ну разве что в результате форс-мажора раз в квартал. Это займы, которыми мы вынуждены компенсировать, то есть мы должны их тоже планировать, если мы видим, что в каких-то случаях наш кэшфлоу уходит в ноль. И самая главная циферка, которая последняя, которая говорит в конец периода, сколько денег у нас в конце соответствующего месяца и хватает ли их нам или пора уже срочно что-то менять, кого-то увольнять и так далее. И вот если посмотреть на это маленькое, но гордое подразделение, то видно, что если вот сейчас ничего не менять, вот вся совокупность тех контрактных обязательств, которые у нас есть, приводит к тому, что в сентябре деньги кончатся. Ну то есть понятно, да, и это означает одно из двух, что нам нужно либо срочно что-то за это время допродать, либо кого-то сократить, либо занять, если мы видим, что к концу года так или иначе это сходится. И вот, собственно говоря, вот эта вся история и является венцом финансового менеджмента, когда человек заходит и может посмотреть, а как, собственно говоря, весь тот объем сделок, весь тот объем планируемых транзакций, в какой точке оно сходится, в какой точке оно расходится и что с этим нужно делать. Понятно, да? Как это дальше работает? Вот сейчас январь, поэтому январский месяц, он состоит наполовину из уже фактических расходов и из планируемых. Все будущие месяцы это план. Если мы перейдем в 16-й год, мы увидим факт, то есть как бы в тот момент, когда мы перешли точку здесь и сейчас в обратную сторону, это фактические цифры. То есть мы прям мы можем взять и на одном и том же отчете, в смысле на одном отчете увидеть вот эту точку, которая все время смещается, по которой я говорил в начале. То есть этот отчет единственный отчет финансовый, который интересует меня, к примеру, как руководителя агентства. То есть я просто только в него и смотрю. Но видите ли, этого еще недостаточно для того, чтобы наша радость и счастье было полным. Поэтому у нас в компании есть еще одна штука, которая называется пульс кэшфлоу. Потому что часто бывает так, что ты утром пришел и увидел, что что-то в твоей компании поменялось. Ты, например, хорошо, если поменялось в плюс. К примеру, появился новый клиент, большой контракт, запланировались расходы, кэшфлоу вырос. Но бывает так, что он резко упал. Ну, всякое бывает. Поэтому хорошо бы на цифры кэшфлоу, они могут быть разные, но здесь вот выбран конец периода. Смотрите в динамике. Что вот, растет ли компания, или она начала падать, и вот там есть галочка, расшифровка. Если я наведу на какую-то точку, я увижу дельту, я вижу, что поменялось. Вот этот плюс или минус, по какой статье он возник, и, собственно говоря, что были за транзакции, которые изменили картинку конца месяца. Понятно, да? Таким образом, круг замыкается. Мы имеем финансовый менеджмент в том виде, в котором его понимает компания Nota Media. у нас есть 12 минут на вопросы. Есть 12 минут, я микрофончик передам тогда. Вопрос простой. Понятно, да, получилось? Хорошо, очень хорошо. Сергей, большое спасибо за интересный доклад. Меня зовут Иван, я из Кодекса. Два технических вопроса. Все, считая транзакции, заводятся вручную, или у вас есть какая-то автоматизация? Смотрите, в нашем конкретном случае, да, но автоматизировать это не проблема, если ваш банк, к примеру, предоставляет выписки в виде какого-нибудь XML, то никаких проблем их импортировать оттуда нет. У нас просто это не так. А на скидку, если говорить о транзакциях, сколько в месяц штук проходит? Сотни, тысячи? Я думаю, не тысячи точно, но десятки, сотни. И вот последний слайд, когда вы говорите про кэшфлоу, как вы учитываете дебиторскую задолженность и то, что платят с отсрочкой, там, задерживают платежи, или вы только фактические деньги поступившие еще? Нет, смотрите, что такое дебиторская задолженность? Если деньги не пришли, значит, они где-то запланированы. То есть, условно говоря, вот у нас каждый день сдвигается точка здесь и сейчас. Транзакции, которые не случились, они должны быть автоматически перепланированы. То есть, условно говоря, у нас закончился январь и не пришли плановые деньги. Просто они по-прежнему не стали фактическими. Дальше система на ваш выбор может повести себя по-разному. К примеру, она может сформировать список не случившихся платежей, поставить задачу руководителям проекта для того, чтобы они с ними что-то сделали и перепланировали их в будущие периоды. И это есть управление дебиторкой. Она может делать это автоматически, она может делать это вручную. Самое главное, если месяц кончился, а какой-то план не выполнен, вот с этими данными нужно что-то делать. У нас система их автоматически переносит на текущий месяц. С поправкой, типа, разберитесь, почему вы запланировали в январе приход 500 тысяч от компании Рога и Копыт, а его не случилось. Пока микрофон рядом, просто здесь оказался, простите. Сергей, Кирилл, кодекс тоже вопрос технический. Вы несколько раз упомянули Bittrex 24, но при этом было похоже на то, что вы написали все с нуля и по-моему даже это говорили. От Bittrex 24 вы в итоге что взяли, инфоблоки? Нет, смотрите. Bittrex 24 это группы, это сделки, это задачи, это коммуникации и так далее. Конкретно для финансового менеджмента 80% мы сделали сами. То есть, ну да, это какие-то инфоблоки, формы, отчеты. То есть, если вы видели, когда сделка, там просто добавлены вкладки, которые ведут на дополнительные странички со связкой с планом работы или с деньгами. Ну да, пришлось. Ну вам же все равно там в Excel что-то надо делать или в Google Sheet или что там у вас. То есть, из коробки, к сожалению, системы такой нет, которая бы помогла воедино связать финансы, CRM, управление проектами и так далее. Да выходите, не стесняйтесь. 8 минут, я вам дам микрофон. Какие проблемы? Хорошо, да. Сергей, спасибо за доклад. Всегда интересно вас слушать. Уже второй раз прихожу, всегда рассказываю о своей системе. Круто. Спасибо большое. Один вопрос, самый интересный. Кто помогает проектировать ее и всегда дорабатывать? Вы, я не знаю, кого-то нанимаете. Вот здесь интересно. Итак, вот это все в нашей компании делают три человека. Я как заказчик, архитектор и волевой импульс этого всего. У меня есть Team Lead, который помогает с архитектурой и понимает, как это все устроено изнутри. И у нас есть программист, один выделенный фулл-тайм, который это пилит каждый день 8 часов, 40 часов в неделю. То есть это внутренний проект, который мы вот, если вы меня слышали раньше, то у нас каждые полгода появляются какие-то новые вещи, потому что мы это все дорабатываем, дорабатываем, дорабатываем. Вот этого не видел. Вот видите? На Mac 16. Вот так. Круто, спасибо. Через полгода еще что-нибудь будет. Мы еще на какие-нибудь грабли наступим и что-нибудь поломаем. Еще вопросик, да, Дин? Давай, пока. Время есть? Без проблем. Меня зовут Екатерина, InfoSpice. Я в восторге. Очень классно все. Спасибо. У меня был вопрос про то, что вне контекста, про мышление, про постановку мышления. Я помню, года три назад вы ссылались на какие-то американские онлайн-курсы, что-то там про лидерство. Как научиться правильно думать? Потому что технически там битрик, даже с экселем, наверное, даже ну с чем угодно можно сделать, если знаешь, что хочешь. Вот как правильно научиться думать про масштабирование, планирование, что читаешь? В этой компании нельзя говорить, если Сергей Котарев, который является руководителем конкурирующего продукта, у него есть прекрасный доклад про психософию по Афанасьеву. Вот поищите в интернете, он говорит, что все люди делятся на разные категории, и там есть такая категория, как логика, она у разных людей в разном месте находится. Есть люди, которые могут четко какие-то вещи структурировать, понимать, строить модели для анализа и так далее, а самое главное объяснить другим, что же они хотят. А есть люди, которые любят Шопена и, наверное, даже более счастливы. Я, конечно, люблю Шопена, вы правы. Тем не менее, в контексте того, что я правильно слышу, что вы ничего сейчас об этом не читаете, просто то, что есть физическое изобразование, по граммам достаточно. Хорошо, спасибо. Есть еще много вопросов. Я думаю, что вы чуть-чуть впервые подняли руку. Добрый день. Можно такой вопрос? На самом деле, вы говорили о управленческом учете, которое является как раз частью того самого бухгалтерского учета, которое вы так ненавидите. Я не говорил, что я его ненавижу, я говорил, что я его ничего не понимаю. Вообще, он как бы там. И на самом деле, просто то, о чем вы говорили, это часть бухгалтерского учета и было бы правильно это делать, например, в один из бухгалтерий, где все цифры уже есть. То есть, при вашем количестве транзакций, там, 100 штук, конечно, можно, бухгалтер будет отдельно заносить туда, а вы лично будете отдельно заносить в битрикс, ну или там ваш помощник. Но смысл-то какой? То есть, вы создали новую сущность, при том, что, в общем, есть уже старая. Именно. Я как бы этот дисклеймер, я с вами абсолютно согласен. И в идеальном мире, да, наверное, так правильно сделать. Но я как бы, поскольку я человек несовершенный, да, и здесь, как у нас практикум, поэтому, ну вот у меня вот, мне бы было так проще. Опять же, для этого было несколько предпосылок. Во-первых, потому что человек-бухгалтер, он, вот его вот 1С, там, это некая вещь себе, он очень не любит туда что-то, кого-то пускать, с чем-то это интегрировать. Понимаете? Ну, то есть, как бы, у каждого человека... Просто вам надо подружиться с человеком-бухгалтером. Вот я говорю, я несовершенный человек, у меня с ним дружба, но как бы странная. То есть, я туда пытаюсь не лезть. Знаете, у каждого человека-бухгалтера есть человек-1Сник, который вообще приходит и что-то там пилит в 1С, какие-то вещи. То есть, для нас это был осознанный выбор, еще и потому, что не все, что у нас есть в 1С, нам, ну, как бы, нужно. Во-первых, у нас много юрлиц. Внутри юрлиц у нас есть много бизнес-подразделений. И, ну, к примеру, разные отделы. Если мне нужно сделать проекцию по отделам, мне либо нужно так сильно перелопачить 1С, понимаете, там модель счетов, она одна, а у меня, мне важно еще видеть какие-то атрибуты с транзакциями, которых нет в 1С. Ну, к примеру, вот подразделение. Может быть, но как бы я, вот в 1С Bittrex у меня люди понимают, как это сделать, внутри, которое в компании есть, а вот в 1С настолько глубоко, наверное, не понимают. Это совсем другой продукт, другая платформа. Но, видимо, если бы мы там, если бы мы сделали то, что мы сделали на 1С, я бы сейчас на конференции как бы 1С, управление предприятием, сидел, а они на конференции 1С Bittrex. Это был наш выбор, выбрал ли мы платформу. Это оказалось не так сложно, условно говоря, оказалось не проблема. Это не два разных человека заносят транзакции. При желании, опять же, сделать это автоматический, перенос в другую модель, тоже не проблема. Контролировать их непротиворечивость, этих данных, можно одной строчкой. Вот видите, у меня там есть одна строчка. По счетам. Это данные из 1С, совпадают ли модели, или не совпадают. Зато здесь у меня есть система, в которой у меня есть разработчики, в которой у меня есть понимание, как это сделать. Это увязано с CRM, а CRM в 1С, я видел, конечно, то, что там есть, то, что 1С RARUS пилит, но я с этим жить не в состоянии. Поэтому у меня есть система, в которой у меня CRM, в которой у меня управление проектами. В 1С есть управление проектами? Нет. Может быть? Нет, может быть. Просто я этого зверя никогда не видел. Может быть. Просто я не видел этого зверя, и у нас исторические управление проектами на Core Portal. Таким образом, системы уже априори две. Место, в котором мне делать управленческую отчетность, это вопрос моего выбора. Делать его там и интегрировать с Core Portal в плане сделок, компаний, коммуникаций и всего остального, или же сделать здесь. Этот выбор, ну вот мы сделали такой выбор. Это наш опыт, это наш результат, мы готовы им поделиться. Есть компании, которые сделают другой выбор, они в своем праве. Мир прекрасен, удивительен и разнообразен. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Давайте мы последний вопрос, а остальные можно задать в приложении, и Сергей у нас поможет ответить. Девушка вот здесь сидит. Добрый день. Юрий Горячев, Simple Technology. Сергей, спасибо большое. Очень интересно было вас послушать. Вопрос следующего характера. Вы когда показывали ваши кошельки, я увидел один иностранный. Вот у нас такая же беда, и собственно вопрос про безопасность. Просто иностранный кошелек, он ну такая как бы штука, ну такая. Вот. И вопрос про безопасность, как бы поделитесь опытом, потому что российский кошелек, понятно, а вот с этим… Вообще этот вопрос, он перпендикулярен тому, о чем мы говорили. То есть, конечно, есть вариант, что в какой-то момент, знаете, как вы делали управление финансами личными, а вы взяли, у вас кошелек украли. Было ноль и стало минус. Да, там сколько-то. Вопрос, где безопасней, за границей или здесь, опять же, это просто, ну как бы еще одно юрлицо. Оно заведено там в этой юрисдикции для конкретных западных клиентов, для конкретных западных задач. Да, как бы, ну это никак не связано с госконтрактами, которые мы выполнены. Ну какие-то деньги там есть, где-то они там в каком-то западном банке лежат. Соответственно, представить себе ситуацию, что я проснулся утром, и у меня деньги турнули либо здесь, либо там, ну мне кажется, вероятность этого примерно одинаковая. как бы, заморозить счета могут везде. На каком, а про что? Про безопасность данных в 1С Битрикс? А в чем проблема? Там нет никаких, никаких незаконных данных, там нет ничего. Про конкурентную разведку или про что-то еще? От кого мы защищаемся? А что налоговая, налоговая, ну как бы, есть в транзакции, есть и здесь, и там. В чем проблема? Они, ну как бы, они совпадают, то есть, это доступно сотрудникам нашей компании. Ну опять же, финансы доступны некоторым сотрудникам компании, которые подлежат либо топ-менеджменту компании, либо финансовому отделу. Ну а эти экселевские таблички, они вообще никому не доступны. То есть, если мы говорим про человеческий фактор, ну да, он есть. Но мы на этот вопрос ответили очень просто. Я же не просто так там, на каких-то конференциях, я просто живьем показываю. Цифры у нас не страшные, то есть, их не стыдно показывать. У нас вполне понятная модель, честно заработанные деньги. Ну, да и пожалуйста, ну как бы, что из того? Ну, кто-то это увидит. Опять же, когда мы говорим, что у нас 75% это госконтракты, они на закупках есть, потому что можно пойти, взять юрлицо на шуббит и посмотреть вообще все, что происходило. От кого тогда мы, что мы скрываем? Встречные налоговые проверки это отдельная история. Нам не хватит, да, для этого здесь. Все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ